Итак, продолжаем говорить о руках. Сегодня, как ты можешь видеть, мы уже играем не на пэде, а за барабанной установкой, а значит у нас еще один шажок вверх. Это как бы очень хорошо. С другой стороны, ты можешь видеть, что набор барабанов довольно-таки скудненький. С чем это связано? Связано это с тем, что мы сегодня будем работать преимущественно с правой рукой. Для этого нам потребуется в основном райд, малый барабан, чисто так как дополнение. Напольный вообще нам не понадобится, но пусть стоит для красоты. Вот. О чем сегодня пойдет речь? Сегодня речь пойдет о преимущественно ведущей руке. Ну, в подавляющем большинстве случаев это правая рука, но если, опять же, там есть левши присутствуют, то можно просто то же самое перекладывать на левую руку. Там все абсолютно симметрично. Итак, сегодня речь пойдет о ритмах. Ну, точнее, речь все-таки пойдет о ведущей руке, но тренить мы ее будем на основе разных крутых ритмов. Почему именно ритмы? Потому что в ритмах ведущая рука задействуется, как правило, активнее всего. Ритмы бывают двух видов. Первый вид ритмов это вот обычный, когда у нас ведущая рука играет какие-либо длительности, например, четверти. И на фоне этих четвертей у нас происходит добавление где-то ноги, где-то малого барабана и так далее. Например, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. То есть суть ясна, да? У нас одновременно есть какие-то пересечения. Либо две руки, либо правая рука с ногой и так далее. Второй тип ритмов, он называется линейный. Линейный подразумевает то, что там пересечения никаких быть не может. То есть это набор каких-то определенных ударов в определенной последовательности, которые раскладываются по барабанам каким-то определенным образом. Например, самый простой линейный ритм, да? Чтобы было понятно. Вот таким вот образом. И, то есть, просто линейные ритмы, они учатся. Сначала учится последовательность, то есть, например, между бочкой и малым барабаном. То есть ты выучил саму аппликатуру, саму последовательность. И потом элементарно просто ведущую руку перекладываешь на какую-либо из тарелок. В данном случае пусть это будет райд. То есть то же самое вместе с райдом уже звучит так. И так далее. То есть, как ты видишь, разница здесь колоссальная, да? Обычный тип ритмов, когда у нас есть пересечения. Вот этот тип ритмов линейные, пересечений нет никаких. Так вот, мы поговорим о первом виде ритмов, в котором пересечения присутствуют. Как я уже сказал изначально, да, там у нас есть ведущая рука, которая играет, как правило, какими-либо нотными длительностями. В данном случае это либо четверти, либо восьмый, либо шестнадцатый. Но мы поговорим даже не о четвертях. Сегодня будем говорить о восьмых нотах. Почему? Потому что, когда играют четверти, и мы их играем на одной динамике. Что такое динамик? Это, грубо говоря, разность в громкости. То есть, если мы играем четверти, и играем все четверти на одной громкости, в принципе, это звучит как бы обычно, да? Если же мы уже играем восьмые ноты, там уже начинает присутствовать нужда добавить динамику, потому что разница, да? Например, мы берем какой-нибудь ритм, где ведущая рука играет восьмые ноты, и вот два разных примера, когда она играет с равной динамикой, когда все удары топорно звучат. Либо мы делаем это с динамикой. Что такое динамика? Как я уже сказал, это разность в громкости, но вопрос в том, как эту разность в громкости увидеть, настроить и так далее. Чаще всего это играется на основе того, что когда мы ведем ритмы восьмыми нотами, обычно в музыкальных школах ученикам объясняют как? Ну, чтобы они поняли, что такое восьмые ноты. Четверти мы считаем раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Восьмые ноты мы считаем раз и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и... То есть вот эта вот буковка И, которая между цифрами возникает, это как раз-таки есть дополнительный удар, который возникает при игре восьмыми нотами. То есть раз и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и... И в чем суть? Суть в том, что при этом проще всего понять, как лучше настроить динамику восьмых нот, у нас происходит следующее. Мы на цифры делаем акцент, грубый, громкий удар, а на И делаем тихий удар. То есть в предыдущих роликах я уже должен был объяснять примерно технику Мюллера, когда мы делаем замах, и тихий удар у нас происходит сам по себе. Обязательно посмотри, если не помнишь. Здесь, в принципе, то же самое. Раз, и два, и три, и четыре, и... Раз, и два, и три, и четыре, и... И теперь играем тот же самый ритм, только уже с динамикой. Опять же сыграем вот опорно. Либо с динамика. То есть абсолютно разные вещи. Но раз уж у нас сегодня райд, я покажу тебе, как превратить всё вот это вот великолепие в отличные крутые ритмы для рук. В отличные, хорошие упражнения. Для этого райд у нас будет проигрываться и использоваться в двух разных форматах. Первый формат — это вот эта вот область. И вторая область — это его купол, так называемый Белл. Так вот, чтобы более ярко научиться акцентировать и тем самым развить правую руку в плане динамики, мы будем работать с областью купола и с областью обычной. Для этого, опять же, вспоминаем, как действует Мюллер. Первый у нас удар происходит за счёт резкого такого рывка, за счёт замаха. Второй происходит за счёт того, что мы просто прикасаемся к поверхности за счёт того, что опять переформируем руку в новый замах. Так вот, для того, чтобы сделать рывок, даже не так, а рывок нам потребуется для того, чтобы резко влупить вот в эту вот самую область. Бить неё я предлагаю не наконечником палочки, а именно плашмя, тогда звук будет более яркий. И когда мы будем переформировать руку для нового удара, мы её аккуратненько переставляем сюда и касаемся наконечником палочки в обычную область. Получается такая череда ударов. То есть здесь, в принципе, позиция для ударов немножечко другая происходит, потому что, когда мы играем обычного Мюллера, она идёт ровно параллельно. Здесь мы чуть-чуть руку перестраиваем, и она у нас идёт по диагонали, по небольшой. Вот. Когда с этим разберёшься, начинаем уже конкретно по упражнениям, которые сегодня являются основными. Первое упражнение, мы пока не будем добавлять ногу, это может быть слишком сложно. Сначала будем работать стандарты на 1, и 2, и 3, и 4, и. То есть сильное, слабое, сильное, слабое, в шахматном порядке. Поэтому считаем 1, и 2, и 3, и 4, и 1, и 2, и 3, и 4, и. Это будет наша правая рука. И мы будем постепенно всё это дело усложнять, добавляя туда малый барабан, добавляя туда бочку. Постепенно. Для начала пусть у нас будет малый барабан на циферку 3, как мы привыкли это делать. Работаем, опять же, переходим к этому только после того, как поставлен Мюллер. А раз ты смотришь этот ролик, он уже должен быть поставлен, потому что в прошлых уроках я про него должен был говорить. И когда ты сможешь разобраться вот с этим вот движением отдельно. То есть всё, у тебя уже рука привыкла. Начинаем делать. Сначала, как я сказал, в шахматном порядке. 1, и 2, и 3, и 4. И в плане темпов, да, сначала в медленном, потом в более-менее быстром. Темпы, как ты помнишь, выбираешь сам для себя. Желательно, конечно, под метроном. И всё это фиксировать, и мне потом скидывать. Не забывай. Поехали. 1, и 2, и 3, и 4, и... 1, и 2, и 4. 1, и 2, и 4. В медленном темпе разобрались. Добавляем темп. 1, 2, 3, 4. 1, и 3, и 4, и... 1, и 3, и 4, и... А вот теперь чуть поиграемся с правой ногой, потому что по факту она сейчас будет тебя немножечко сбивать, потому что она будет идти, грубо говоря, поперек вот этой динамики. Потому что когда ты играешь правой рукой сильную и слабую долю, у тебя есть разница в громкости. А вот правая нога не должна никакой разницы иметь. То есть она как играла, так и играет в довольно-таки мощной динамике. Поэтому добавляем двоечку. 1, и 2, и 3, и 4, и... 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 Вот таким вот образом. Малый барабан у нас будет идти чася. 1, и 2, и 3, и 4, и... 1, и 2, и 3, и 4, и... Пробуем. Ну, я думаю, на разик тоже нужно ногу добавить, чтобы как-то вот вступление было поинтереснее. Да? Поехали. Отлично. Ну, в плане темпов тоже можно, да? Итак, продолжаем насиловать правую руку с помощью правой ноги. У нас будет партия, если слышал группу Limbisket, есть у них такая песня My Generation. Там такой есть прикольный бит между правой ногой. Медленно сейчас еще раз покажу, если не знаешь. Там немножечко сложнее, потому что в сочетании этих тактов есть троечка, но мы ее пока не будем брать. В общем, в этот ритм мы начинаем вставлять правую руку. Таким же самым образом. Красота. Теперь замкнем это дело немножечко более сложными упражнениями. Все, что мы сейчас делали, это правая рука играла в шахматном порядке. То есть, в принципе, там все просто. Сильная, слабая, сильная, слабая, сильная, слабая. Есть другие варианты. Когда она ведет себя немножечко хаотично. То есть, она выделяет сильную долю немножечко на нестандартные, так скажем, позиции. Это так называемая синкопа. Синкопа это типа смещение сильной доли. Ну, в музыкальной теории есть такой термин. Как это у нас будет работать? Для примера. Возьмем вот такую вот партию. Я покажу сейчас медленно, ты просто запоминай. Давай еще чуть помедленнее. Левая рука. Теперь поиграемся с ногой. Для начала, чтобы более-менее это дело упростить, давай попробуем каждый раз, когда ты ставишь акцент в белку, то же самое будет делать нога. То есть, попробуем создать такой симбиоз правой руки и правой ноги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая вот тема. В принципе, для работы сильной и слабой доли тебе уже достаточно будет вот этих вот упражнений, чтобы хорошенечко правую руку попрокачивать. Вот. Но на этом я не хотел бы останавливаться сегодня. Я хочу добавить еще одно небольшое прикольное дополнение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы можем поработать с райдом не только правой рукой, но и левой. Как это будет выглядеть? Правая рука также у нас будет играть восьмими нотами. С белкой мы уже работать не будем. То есть, мы работаем просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возьмем это за основу. Теперь добавим малый барабан. В чем суть этого упражнения? Во-первых, ну, польза правой руки я уже объяснил. Левая рука. Левая рука у тебя выходит из статичного положения. То есть, я должен был говорить либо в своих роликах на Ютьюбе, либо в прошлых роликах, точно не помню, что если мы убираем руку из статичного положения, выносим ее из зоны комфорта, у нас меняется траектория для удара, поэтому рука может чувствовать себя некомфортно. Поэтому здесь мы левую руку немножечко гоняем туда-сюда, чтобы она могла почувствовать себя в абсолютно разных вариациях. Добавляем правую ногу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При этом акцент для того, чтобы влупить сильную долю, он все равно должен сохраняться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. И теперь давай правой ногой поиграемся как-нибудь... Ну, что-нибудь поинтереснее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой стандартный бит по-любому, как бы ты умеешь его играть, он несложный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай помедленнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попробуем удвоить шестнадцатые ноты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть после каждого малого барабана переносим сюда. А так как у нас за такт малых барабанов два, шестнадцатых нот тоже получается две группы. И с ногой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И усложняем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помедленней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Покажу это давай между бочкой и малым барабаном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая вот тема. Повторяю, если у тебя какая-то предрасположенность к левой руке, ты можешь просто поставить райд слева вместо хета и потренить это то же самое. По-хорошему это будет, в принципе, хорошая практика, даже если, в принципе, правша. То есть просто ставишь симметрично райд и делаешь все те же упражнения. По темпам с тебя отчетик. По поводу всего остального, какие-то вопросы, опять же, да, все по классике пишешь, разбираемся и так далее. Ну и все. Ведущая рука сегодня у нас поработала хорошо. Развивай ее и готовься к следующему уроку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова